вот интересный фильм предоставила соратница марина вудс фильм господин великий новгород кто-то здесь есть фрагмент которым археологи ученые говорят о культурном слое на тысячелетие что касается софийского собора но он достаточно новый выглядит у него нет усадки как у древнего собора должна быть усадка у него нет за девять веков вокруг собора накопился культурный слой закрывший нижнюю часть здания на два метра это слишком мало для такого древнего здания в археологии есть такое основное понятие культурный слой это бытовые отходы строительный мусор все что выбрасывалось под ноги все это сказать накапливалось потихонечку незаметно за годом год в современных условиях тоже в общем-то в современном городе культурный слой растет вот если мы посмотрим как значит кладут асфальт да мы увидим этот слоеный пирог на поверх старого асфальта кладут новый иногда его срезают старый иногда нету то же самое происходило значит средневековье за долгие годы существования за столетие существования несколько города этот культурный слой накапливался один метр в столетие такая скорость роста культурного слоя была вычислена археологами на основе слоеного пирога который представляет собой срез деревянных мостовых по мнению историков он позволяет точно датировать возраст города известный исследователь новгорода руководитель новгородской археологической экспедиции академик валентин янин пишет не подвергаясь гниению культурный слой рос в средние века со скоростью один сантиметр в год середины десятого века до конца пятнадцатого века он вырос здесь на пять с половиной метров и так за пятьсот пятьдесят лет метр в столетие значит если отсчитать от двадцатого века примерно 500 лет культурного слоя волховского новгорода мы получаем пятнадцатый век как дату его основания а для софийского собора 17 век поскольку он заглубился всего лишь на два метра собор построенный в семнадцатом веке принимают за древность почему это происходит кому понадобилось скрывать истинный возраст архитектурного сооружения идем дальше из летописной истории великого новгорода намного известно о новгородском владычном дворе в путеводите и так историки для себя сделали вывод что культурный слой растет по одному сантиметру за год все эта информация стала догмой и перешла во все экскурсии и во все объяснения во все учебники во все справочники все железно